В конкурсном задании 9 упражнений. Пройти змейку, правильно остановиться на автобусной остановке, продемонстрировать стоянку, заехать в бокс, проехать по круглой поле, въехать в туннельные ворота. Но, пожалуй, самое необычное задание – это эстафета. Автобус плавно приближается к первой стойке, с нее водитель должен снять кольцо и по ходу движения повесить его на вторую стойку. В конкурсе участвуют 29 водителей со всей Вологодской области. Соревнуются они в вождении Лиаза и Паза, а руководители транспортных предприятий показали свое мастерство в вождении легкового автомобиля марки «Волга». Роман Смелков, участник от Череповца «Наш город», кстати, представлен всего двумя конкурсантами. Зато какими. Роман, например, немногословен, признается, говорить красиво не любит и не умеет. Красиво он водит автобус. Стаж 12 лет. Не работал бы, если бы не испытывал. Конечно, любовь к транспорту. Это в первую очередь. Техникум закончен лицомеханически, а толку никакого. Я не работаю. Если у меня тянет транспорт, я все равно езжу на автобусе. Желание водить автобусы, да и есть главное условие участия в конкурсе профмастерства. При этом возраст, к примеру, значения не имеет. Сегодня свои умения показывали водители от 21 до 56 лет. Соревновались в теории, практике на площадке и, главное, насколько безопасно они водят автобус, в том числе на автотрассе. Каждого водителя сделают мастером высшего класса. Вот главная задача конкурса. Мастерство водителей многое зависит. Соответственно, участие в подобных мероприятиях является серьезным стилом для повышения профессионального мастерства водителей автобусов. Соревновались водители сегодня как в личном, так и в командном зачете. Номинаций много. В прошлом году лучшими стали уроженцы Кич-городка. В этом все шансы на лидерство есть и у череповчан. Итоги 10-го областного конкурса профмастерства водителей автобусов будут подведены уже завтра. Победители ждут ценные призы телевизора и домашний кинотеатр.